Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я наблюдаю за выборами в Беларуси уже много лет, с середины 90-х Общее впечатление, нынешняя кампания проходит гораздо спокойнее Вам помогает даже прекрасная погода Избирательный процесс, сбор подписей в поддержку кандидатов очень миролюбим Мы не слышим никаких нареканий от кандидатов в президенты и их команд То есть это успешная кампания, которая соответствует международным стандартам проведения выборов К этому времени нет никаких возмущений, насилия, незаконных действий Поэтому мои впечатления очень позитивные Господин профессор, мы знаем, что вы довольно оптимистично оценили итоги двух минских саммитов по Украине И работу контактной группы здесь же, в белорусской столице Но прошло уже некоторое количество времени Некоторые скептики поспешили заявить Мол, минский формат выдыхается Нормандская четверка не справляется Пора искать новое место, новых участников для переговоров Скажите, вот вы лично не растеряли ли свой оптимизм? И продолжаете ли верить в то, что минская площадка Это площадка для мира И это площадка для большой европейской дипломатии? Очень хороший вопрос Мой оптимизм все еще при мне Поскольку вот уже несколько недель в Украине нет активных столкновений Стороны не ведут боевые действия Да, к этому мы шли очень медленно Люди успевали стать скептиками Если оружие замолкало всего на день Но если пушки молчат уже 4 недели Значит, минский формат успешен Также, когда я беседую с коллегами из Великобритании, США, Германии Они все говорят, что минское соглашение крайне важное Минск — это залог мира для всего региона Все политики говорят о Минске, поскольку это соглашение до сих пор живо А ключевой вопрос в том, пройдут ли выборы в Донецке и Луганске По соглашению до конца года они должны состояться Если выборы пройдут до Нового года, а украинский парламент реализует формулу специального статуса, минский формат будет работать и его преждевременно хранить Хочу отметить, что сейчас ситуация успокаивается Украинские события все меньше фигурируют в новостях А значит, Минск, Нью-Йорк и Женева — это международные площадки реальной дипломатии Президент Беларуси по-прежнему демонстрирует открытость к диалогу для всех сторон Лично содействует успеху переговоров А значит, минский формат весьма и весьма актуален Конечно, люди нетерпеливы Но всем ясно, что агрессия спадает Нет обмена снарядами Поэтому мой оптимизм до сих пор оправдан Вот если выборы в Донецке и Луганске не состоятся до конца года Тогда все будет гораздо сложнее Это очередная опасная черта Выживет ли Минское соглашение или нет Господин профессор, сегодня наша общая Европа переживает серьезные проблемы с мигрантами Евросоюз возвращает границы и паспортный контроль Возводятся стены с колючей проволокой При этом постоянно идут бои между беженцами, пограничниками и полицией И гибнут люди, в том числе и дети Вы подробно исследуете уже пять лет арабскую трансформацию И как объясняется этот девятый вал с беженцами и реакцию Европы? Эта новая большая волна миграции спровоцирована арабской весной Почему я в этом уверен? До арабской весны существовала стабильная зона Включающая Египет, Ирак, Сирию и Ливию Ими управляли сильные лидеры, автократы Невозможно было представить, чтобы жители Северной Африки бежали бы в Турцию или Грецию Такие попытки пресекались местной полицией и спецслужбами Арабская весна обнулила режимы в Ираке, Ливии, Египте Почти обнулила в Сирии Эти страны, которые прежде были спасательным жилетом вокруг Европейского Союза Исчезли, исчез спасательный жилет Пространство погрузилось в хаос, анархию, без политического контроля И сегодня беженцы устремились с берегов Ливии в Италию С сирийского побережья в Турцию Спасательный жилет вокруг Европы был уничтожен Беженцы представлены сами себе Они бегут куда и когда хотят Это питательная среда для преступности, убийц и организованных банд А границы Европы, которые прежде пролегали по этим странам, сместились в Венгрию и Сербию Государства, которые не были готовы их защищать После падения режимов Саддама Хусейна и Каддафи люди ринулись в Европу Никто сегодня не контролирует огромные территории, с которых миллионы людей от безысходности стремятся в Европу Насколько это угрожает, собственно, и просто безопасности Европы, вот этот вал беженцев? В первую очередь угрожает безопасности Когда десятки тысяч человек из Сирии и Ливии перемещаются в Европу без малейшего контроля Никто не знает, кто эти люди Среди них могут быть члены ИГИЛ, Аль-Каиды Ведь если их не контролируют, они могут проникать в Европу, это серьезный риск Скажите, а стоит ли Беларуси ждать подобного миграционного коллапса с Запада и Ближнего Востока? Ведь с юга из Украины к нам уже мигрировали, бежали от войны, можно как угодно называть Более ста тысяч человек, и вот новая волна, она может стать довольно серьезной проблемой и для экономики, и для социальной сферы Соглашусь, что и Беларусь рискует Ведь миграция всегда начинается с внутреннего переселения Например, люди с востока Сирии бегут в западную Сирию Или с восточной Украины на западную Первый этап миграции внутри страны Переселение из одной части в другую и только потом за границу в другую страну Беларусь как раз уже столкнулась со вторым этапом миграции из Украины Что касается беженцев с Ближнего Востока, то тут все зависит от того, насколько ответственной будет Европа Лучшим выходом, на мой взгляд, была бы поддержка беженцев на самом Ближнем Востоке Профессор, спасибо вам за ваше мнение Будем надеяться, что ваши прогнозы, впрочем, как и всегда сбудутся И Беларусь выдержит все стрессы этого года Я напомню, в студии главного эфира был доктор политологии и социологии профессор Кристиан Хербфер Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова